События Великой Отечественной войны сегодня это уже далекое прошлое, но память о ней жива и очень важно передать подрастающему поколению историю и знания. С этой целью и было организовано военно-патриотическое мероприятие для школьников Музея боевой славы, в котором приняли участие учащиеся Государственного Сухумского лицея, интерната, 4 и 6 школ столицы. У входа в музей школьникам были зачитаны рассказы на тему «Наше Отечество – патриотизм народа». Дети с интересом слушали истории военных лет, а также могли задавать вопросы. Кроме того, им были вручены и георгиевские ленточки – символ победы Великой Отечественной войне. Мероприятие было организовано при поддержке Управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия. Под разделением по делам несовершеннолетних Управления общественной безопасности Министерства внутренних дел проводится мероприятие гражданской военно-патриотической направленности для несовершеннолетних школьников, обучающихся в средних общеобразовательных учреждениях города Сухум. Это дети, которые принимают участие в наших мероприятиях, которые отличились в тех или иных мероприятиях в течение учебного года. Мероприятия были в спортивной направленности, проявили себя активисты, дети, которые принимали активное участие не только в школьных мероприятиях, но и в общественно-культурных. Затем в кинозале музея состоялся показ документального фильма «Санчара» о судьбах советских солдат, павших смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими войсками на Санчарском перевале в 1942 году и о том, как погибшие воины обрели покой в братской могиле на территории мемориального комплекса защитникам Кавказа в селе Пску. Рассказ ведется от имени 33-летнего минометчика из Саратова Александра Ионова, чей медален был обнаружен в ходе одной из экспедиций на Санчарский перевал. Как говорит автор идеи документального фильма, заместитель директора музея боевой славы Николай Медвенский, очень важно помнить героев Великой Отечественной войны, передавать историю их жизни и подвига подрастающему поколению. Вы все знаете о том, что из Абхазии более 55,5 тысяч человек ушло на фронт, не вернулись в родные очаги 17,5 тысяч, то есть погиб каждый третий. И трудно найти семьи, в которой кто-либо не воевал или, скажем так, не трудился в тылу. Для нас, воевавшие поколения, это деды, для них уже прадеды, четвертое поколение. И то, что ребята помнят о подвигах своих старших, о военном пути, уж мы-то в Абхазии, к сожалению, хорошо знаем, что такое война. Для того, чтобы подобное не повторилось, для того, чтобы все это передавать. Кроме того, в зале музея была организована литературная программа. Дети декламировали стихотворения и исполняли танцы и песни военных лет. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что тем лень же. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усы не пришло. Мы помним тех людей, которые принесли нам победу этот день. Все мы должны помнить, знать и передавать всем последующим поколениям. Очень понравилось мне сегодняшнее выступление каждого ребенка. Такие мероприятия у нас проводятся все время во всех школах. Программа завершилась экскурсией по залам музея. Гид познакомил детей с тематикой экспонатов музея, большая часть которой была посвящена Великой Отечественной войне. Вниманию юных посетителей были представлены письма, документы, фото военных лет, оружие и обмундирование времен Великой Отечественной войны. Экспонаты музея вызвали большой интерес у детей. Кубу Цавардания, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.